Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала InDubai. Меня зовут Иван. И сегодня нам хотелось бы рассказать вам об историческом центре Дубая. Я в Дубае уже шестой раз и, как ни странно, ни разу не был в этом районе, то есть в старом городе. Поэтому нам хотелось бы показать, как сюда добраться, что тут есть, какие интересные места, возможно, какие-нибудь интересные магазины и что-нибудь в этом роде. Итак, сюда можно добраться на метро по зеленой ветке. Станция называется Аль-Губайба. Пойдемте дальше, я вам покажу, как добраться до ключевых мест старого города и немного расскажу о его достопримечательностях. Многие считают, что Дубай это город без души, в котором, скажем так, нет ничего особенного и который, кроме огромных небоскребов и дорогих машин, ничем не выделяется. Но я считаю, что это вовсе не так, потому что, как вы видите, тут есть как и современные небоскребы и здания, так и старые районы и узкие улочки. Я считаю, что тем людям, которые достаточно долго, возможно, находились или жили в новых районах Дубая, обязательно стоит приехать именно сюда, в исторический центр, потому что ощущения действительно невероятные. Когда попадаешь сюда, именно в это место, чувствуется такой дух истории, дух старины, и прям можно почувствовать эту самую арабскую культуру, посмотреть на арабскую архитектуру. И я считаю, что обязательно каждый турист или каждый житель, который приезжает в Дубай, обязательно должен посетить это место и, скажем так, проникнуться атмосферой старого Дубая. Итак, мы пришли к набережной залива Крик, которая разделяет старый центр Дубая на две части. Одна из них — это бар Дубай, другая из них называется Дейру. Сначала нам хотелось бы немного прогуляться по бар Дубаю, показать вам, что тут, собственно, есть и что тут можно найти. Потом же мы переплывем через залив Крик в Дейру. Кстати, залив Крик — это, скажем так, место, с которого начинался весь Дубай. Это является одним из самых, скажем, торговых мест Дубая. Тут много всяких арабских магазинчиков, арабских кафешек. Также тут ходят лодки, которые возят грузы по всему Дубаю и также по странам Персидского залива. То есть именно отсюда началась вся торговля в Дубае. Друзья, мы стоим возле музея традиционной арабской архитектуры. Раньше это был дом шейха Джумала Аль-Мактума. Это здание было построено в 1928 году. И, как вы видите, оно было построено в традиционном арабском стиле. И оно было отреставрировано в 2002 году. Мы находимся сейчас с вами в районе Heritage Village. Как вы видите, он отреставрирован под старину. То есть тут такие узенькие улочки, старые домики. И я считаю, что это будет довольно интересным местом, чтобы познакомиться с старинной архитектурой Дубая. Прямо за мной находится знаменитый золотой рынок, а также рынок специй. Там, как вы, наверное, уже знаете, можно относительно недорого купить себе различные золотые украшения, золотые изделия и так далее. Поэтому многие туристы, особенно из стран СНГ, едут именно туда, чтобы купить себе какие-нибудь золотые изделия. Дубай — это на самом деле город контрастов. С одной стороны, вы можете видеть старые здания и старые машины. С другой стороны, вы можете видеть роскошные и дорогие яхты. И так тут на самом деле везде. Тут может быть старое здание, стоять напротив стеклянного современного небоскреба. Старые машины могут ездить рядом с какими-нибудь Кадиллаками или Роллс-Ройсами. И то есть Дубай — это на самом деле город контрастов. Мы нашли интересный музей под открытым небом. Тут показывается, как жили бедуины и арабы очень много лет назад. Как вы видите, тут показаны старинные жилища, палатки. Также верблюдов можно тут увидеть живых. Показаны средства передвижения, на которых передвигались арабы. То есть это действительно очень интересное место, если вы хотите посмотреть, как жили люди, возможно, сто или даже больше лет назад в этой стране. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я не удержался, чтобы не сделать пару фотографий для себя. Ведь я в этом месте первый раз, и мне действительно хотелось пофотографировать это место. Кстати говоря, я также пишу статью о Дубае на два разворота в наш белорусский журнал. Так что, если вам интересно, вы можете всегда прочитать мой репортаж из Дубая. Также вот эти фотографии, которые я сейчас делаю, они будут в этом журнале, в новом выпуске, который выходит в январе. Журнал называется «Пингвин». Так что, если интересно, вы можете всегда прочитать этот материал о Дубае. Я считаю, что это будет интересно очень. Друзья, в этом месте можно попить уникальный арабский чай. И стоит он вообще смешных цен. Два дирхама, одну чашку. Я вообще всем советую, потому что это очень вкусно и необычно. Тут можно попробовать традиционные арабские сладости. Вот, например, в руках я держу такие штучки. Это называется дагема. По вкусу и по приготовлению они напоминают наши пончики. То есть, тесто бросают в кипящее масло и потом обливают сиропом, сделанным из фиников. Это очень вкусно и интересно. Советую попробовать. Итак, мы нашли такую искусственно-арабскую деревню, рыбацкую деревню. Тут вы можете найти различные приспособления для ловли рыбы. Вы можете посмотреть, как арабы этим всем занимались рыболовством. Так как давно, несколько лет назад, именно дубайская промышленность, она основывалась на рыболовстве и на добыче жемчуга. Теперь мы хотим отправиться на другой берег залива Крик, там, где находится район Дейра. Мы хотим посетить золотой рынок, а также рынок специи, поэтому пойдемте за мной. Все, друзья, мы с вами садимся в лодку, чтобы переплыть через залив Крик в район Дейра. Кстати, многие туристы не знают, что можно переплыть с одной стороны на другую на лодке, и стоит это всего лишь один Дейрхам. Итак, мы плывем на лодке, которая называется Абра через залив Крик. На самом деле, очень интересно, даже, возможно, захватывающе переплывать через этот залив, потому что виден почти весь исторический центр Дубая, и это действительно интересно, потому что вокруг летают чайки, и такой прям национальный колорит. И вот мы вот-вот приплывем в район Дейра, чтобы снять для вас видео о золотом рынке. Итак, друзья, мы приплыли в Дейру, и вот мы стоим у входа на рынок специй, или, как его называют, арабы спайс сук. Тут можно купить различные пряности, специи, национальные какие-то продукты и так далее. Поэтому пройдемте с нами, мы посмотрим, что тут можно найти. Итак, мы на рынке специй. На самом деле, тут очень классно, тут вообще очень много видов специй различных, также красителей арабских и всякого такого. Будьте готовы, что к вам будут приставать продавцы, и они все хорошо говорят по-русски, так что будьте готовы торговаться, потому что тут можно прилично скинуть цену и купить все то же, что и в Моллах, только в разы дешевле. Также тут огромное количество различных сувениров, вы можете присмотреть себе все, что угодно, и действительно такой прям арабский колорит и арабская атмосфера чувствуется. Вот мы подошли к золотому рынку, где очень много золотых изделий, тут аж в глазах сверкает от всего этого золота. Также хотелось бы отметить, что в Дейре нету такого одного большого рынка. Тут на самом деле множество таких различных, небольших, маленьких рынков, на которых вы можете найти совершенно разные вещи. Прямо тут на золотом рынке вы можете увидеть такое табло, на котором написаны цены на золото в настоящий момент. Они все время обновляются, поэтому это очень удобно, чтобы рассчитать правильную цену на какие-либо золотые изделия. Итак, друзья, мы погуляли по старому городу, посмотрели на золотой рынок, на рынок специй, на различные исторические районы. Я считаю, что это место обязательно стоит посетить туристам или также людям, которые живут в Дубае, потому что здесь действительно уникальная арабская атмосфера, уникальная арабская архитектура. Тут можно почувствовать этот весь национальный колорит, все вот это посмотреть на вот это вот, как было много лет назад. И еще раз повторюсь, что Дубай — это, безусловно, город контрастов. Недалеко от сумасшедших высоких небоскребов вы можете найти вот такие вот старинные улочки с старинными магазинчиками и зданиями. И я считаю, что это место абсолютно обязательно к посещению всем туристам. И я очень советую сюда приехать, просто посмотреть. Не обязательно покупать что-нибудь тут, но просто погулять, посмотреть, что тут вообще есть, потому что тут действительно очень интересно. С вами был Иван. Специально для Индубай. Смотрите наше видео и подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok